Нейрофизиологи впервые проследили за тем, как происходит угасание активности в мозге умирающей крысы, что поможет понять природу, света в конце туннеля, и других околосмертных переживаний, говорится в статье в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Наше исследование стало первой научной работой, в которой рассматривается нейрофизиологическое состояние умирающего мозга. Оно поможет нам создать фундамент для последующих исследований с участием людей изучения околосмертных переживаний, в том числе видений света после остановки сердца, заявила Джима Борджигин из Университета штата Мичиган в городе Энарбор, США. Борджигин и ее коллеги обнаружили, что яркие образы, которые видят люди, переживающие клиническую смерть, могут возникать из-за взрывообразного повышения активности их нейронов, проследив за мозгом девяти крыс при помощи электроэнцефалографа. Во время эксперимента ученые следили за двумя типами мозговых волн, гамма и тета, которые связываются с работой мозга во время сновидений и медитации. Авторы статьи подключали энцефалограф к голове грызуна и наблюдали за активностью нейронов в трех состояниях, во время анестезии, пробуждения и клинической смерти в результате искусственной остановки сердца. К удивлению биологов, со всеми животными происходило примерно одно и то же, через 30 секунд после смерти крысы в ее мозге буквально происходил «взрыв» активности. Частота импульсов в нейронах резко увеличивалась, а работа некоторых отделов мозга синхронизировалась друг с другом. Ученые пока не знают, с чем связана подобная активизация мозга, однако они полагают, что именно этот феномен может быть причиной «света в конце туннеля» и других видений. Учитывая природу гамма и тета волн, вполне возможно, что синхронизация работы областей мозга, в которых рождаются эти волны, может приводить к рождению сильных и очень «реалистичных» галлюцинаций. Биологи планируют проверить эту гипотезу в последующих опытах с участием людей. Источник – РИА Новости Здоровья вам! Ставьте лайки!